Хочу вам еще удачное сочетание показать, вот как я люблю, чтобы это было из разных источников, но подходило. Вот смотрите, это чудесная, сейчас минутку, это чудесная мельхиоровая подвеска, она сделана в советском Узбекистане или Таджикистане. В общем, в какой-то мусульманской республике, и моя мама это привезла с гастролей. То есть вы видите, что это довольно тонкая работа, какой-то камушек посредине, какие-то весельки. Ну, в общем, главное, что мотив какой? Мотив, что круг, да, а потом такие, значит, сделаны, ну, господи, я слова теряю в русском языке. Ну, в общем, такая тонкая работа и внутри черный камушек, да. Ну, и все это я на цепочку повесила. И вот я нашла в Ансье, я вам говорила, у меня был заход в магазин серебряных изделий. Вот такие серебряные серги с кристаллами. Вот, и получилось то же самое. То есть металл светлый, узоры и такие тонкие черные и светлые, по-моему, там есть кристаллики. Ну вот, а вместе это очень хорошо, как я говорю, сочетнулось, видите? То есть, если это носить вместе, получается ансамбль. Это браслет кубачей. Тоже серебристый, тоже округлый, да, только черный элемент, это не камень, а это черный эмаль. Но все вместе. Ну, смотрите, как у нас кубачи с узбекистаном и с французским ювелиром сочетаются. Замечательно, правда? Вот это одно из моих хобби. Вот одно из моих хобби, это вот так вот собирать и сочетать украшения. И получается такой полный повех. Еще один вариант сочетания, это вот, например, то есть это такая цепочка с какими-то, вот там, типа ракушка там какая-то. Ну, в общем, короче, оно, если на себя надеваешь, оно пропадает, его как бы вообще нет. Ну вот, но спасло положение то, что у меня была нитка хрусталя, пусть ее надо скорее вот так вот. Вот. Что-то у меня сейчас этому не блестит. В общем, это хрусталь, это такая красивая нитка. И еще просто речной жемчуг. Короче говоря, когда это все вместе, по принципу, не марки Шанель, а саму Коко Шанель, вот она любила вот так вот. Вот, и получается тогда такое довольно красивое ожерелье. Вот так вот его носить можно. Ну вот, и поскольку у нас цепочка и речной жемчуг, то к нему я подобрала вот эти серги. Я вам уже их показывала, когда я была маленькая, я сделала своими руками. Увидела в каком-то папином журнале иностранном и вдохновилась. Это цепочки и жемчужинки, которые я посадила на... О, загорелась. Посадила на проволочки. Очень красивые такие серги. И в общем, все это вместе, оно вот так вот собралось в ансамбль. Сейчас я все-таки это сниму со вспышкой. Значит, еще раз объясняю. Изначально была вот такая нитка, которая во французском вкусе, но она пропадает. Сверху еще добавилась нитка речного просто жемчуга и хрусталя. Вот, и все это вместе, вместе получилось красивое ожерелье. Ну, чтобы показать еще чего-нибудь, или вам уже надоело. Вот, уже совсем свет пропадает. То включается это, то выключается. Сейчас, если навести, то, по-моему, включается. О, включилась. Вот мама когда-то где-то с каких-то гастролей привезла вот такой браслет. Внутри Советского Союза она гастролировала-то. Что это? Вот, к нему такое же кольцо, у которого очень шатается камень. Я его боюсь носить, потому что он прям вот дотрагиваешься, он там шатается. Не знаю, что делают. Наверное, надо обращаться к ювелирам. Ну вот, но в принципе, мне попалось вот такое вот ожерелье в интернете. Из натурального камня. Забыла, что за сайт. Вы меня никогда не спрашивайте, потому что пока я болела, я столько интернет-магазинов излазила, что я даже и не помню. По-моему, это обратным концом надо класть. Ну вот, в общем, короче говоря, камень-то он же очень похож. И вместе это очень хорошо сочетается. В общем, такой зеленый ансамбль получился. По-моему, вполне. А, Серег не хватает. Это надо подумать, поискать. Вот вариант. Ну, это же нехоженное поле для самовыражения, правильно? Ямраз Газинганг. И там продавались ожерелья из натуральных камней. Это моя мама перебрала. У нее был такой заход, когда она вернулась в какой-то момент. Она, значит, перебирала, и вот эти вот маленькие бусины, это керамика французская. В общем, как-то она перенабрала. У нее получилось несколько разных ожерельев. Ну, тоже это медитация. Знаете, когда очень устаешь, что вот всякие такие рукоделия, они тебя полностью восстанавливают. Вот очень красивое сочетание натуральных камней и керамики. Ну, вот, и вдруг я в интернете нахожу вот такие серги, которые, по-моему, подходят идеально. Они и сами-то по себе красивые. Но когда они еще вот с таким вот ожерельем, видите, идеально подходят. Прелесть. Еще бы браслет. Сейчас посмотрю. Это еще вот такие очень удачные творческие решения. Это ожерелье из Сергии, из Чехии. Чешский хрусталь. Ну, я рассказывала эту историю. Сваровский, ну, тоже же происхождение оттуда, из этой области. Но вот это не Сваровский, это их чешский. Это одно и то же, в принципе. Вот, просто чешский вариант, он всегда, по-моему, дешевле. И у них вот обработка такая, видите, они, как бы вам показать, с обратной стороны уважающие себя ювелиры европейские. Они окунают, как мне объяснили французы, в общем, они делают, они убирают вот эту пайку. А на чешский отличаются тем, что с обратной стороны видно, как это спаяно. Ну, вот, в общем, очень красиво. Я его где-то одевала в каком-то видео. Вот, все эти кристаллы, они, естественно, на лапках. За что я не люблю Сваровский, вот, самого. Они на клей сажают. И у них просто это все отваливается. А здесь на лапках. Ну, естественно, на лапках, когда мне пришло, там половина была вывалившаяся. И мне каждый раз приходилось ходить к моему ювелиру по кристаллам, чтобы он мне эти лапки зажимал, внятно матерясь. Ну, и за какие-то деньги. Потому что он возмущался, он говорил, что это вообще, что это такое, вообще-то халтура. Но, если лапки зажать и все поставить на место, то выглядит оно красиво. Я к чему? Я к тому, что я нашла потом в интернете. Это уже совершенно другого происхождения. Вот такой симпатичный браслетик. Летний, который вот так вот, который вот так вот разжимается, раскрывается. Вот. Но дело в том, что вместе это получился абсолютный гран-павюк, то, что называется. Вот. Вот так вот я, вот таким собирательством я занимаюсь. Главное, что я потом это не ношу, потому что я ужасно стеснительный человек. Я просто когда одеваю, на меня все начинают смотреть, мне хочется спрятаться под стол. Вот. Поэтому это так, то ли вообще... Ну, это для певиц вообще-то лучше бы подошло. Ну, вот, вот такой вот ансамблик. Ну, вот так вот.